Музыка Переходим ко второй лекции занятий по евангелизации. Основное место из Писания, которое мы сегодня рассмотрим, это Евангелие от Марка, 16 глава, 15 стих. Прочтите этот стих. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Иисус сказал ученикам, чтобы они пошли по всему миру и проповедовали всем благую весть. Итак, вторая глава называется «Почему мы должны благовествовать?». Сегодня мы постараемся ответить на данный вопрос. Слова Господа «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всякой твари» содержат в себе очень важную заповедь. Они означают следующее – «Идите и обратите к Евангелию все расы и все народы и многие другие души из этого мира», рассказывая им благую весть об Иисусе Христе. Итак, рассмотрим причины, почему Евангелие является самым важным и ценным делом на земле и почему нам нужно благовествовать. Сам Иисус дал это повеление ученикам. Это было, когда Он воскрес из мертвых и покидал этот мир перед Своим Вознесением. Для чего Бог создал церковь, семинарии и миссионеров? Для того, чтобы мы исполнили Его повеление? Для какой цели пришел к нам Утешитель, Дух Святой? Для того, чтобы мы совершили порученное нам Господом задание? Он дал нам абсолютную заповедь. Проповедуйте Евангелие. Проповедуйте, есть ли у вас шанс приобрести душу или нет. Проповедуйте благую весть всем народам и всем людям. Уже спасенные верующие не должны оставлять эту наиважнейшую заповедь. Поскольку это не является делом их выбора, это повеление Божье. За непослушание и невыполнение этой заповеди мы рискуем попасть под осуждение Божье. Но ее соблюдение ведет церковь к благословению, а также и сами мы будем благословлены. В этом мире на сегодня полно людей, которых Бог избрал к спасению. Но кто же должен поделиться с ними Евангелием? Иисус сказал сделать это нам. Когда мы собираемся вместе в церкви, нужно единодушно молиться. А когда мы возвращаемся к своей повседневной жизни, нужно благовествовать. Место, где вы живете, должно превратиться в место благовестия. Для какой цели Бог поместил меня работать в эту компанию? Почему Бог попустил мне встретиться с этим человеком? Господь создает нам встречи с определенными людьми для того, чтобы мы могли поделиться с ними благой вестью. В нашей церкви есть одна семейная пара. Однажды жена обратилась к мужу, сказав, «До замужества с тобой я могла бы выйти замуж за одного из пасторов, но я не сделала этого». Жена хотела спасти своего неверующего мужа. На что ей муж ответил, «Через тебя я пришел в церковь и обрел спасение». Как важно исполнять Божью заповедь, заняв свое место, чтобы делиться Евангелием со многими другими людьми. Иисус лично передал нам это повеление. Он сказал, «Идите по всему миру и благовествуйте всем людям». Разве будет считаться правильным, если мы не будем исполнять его слово? Кроме других заповедей, которые дал Господь, церковь должна исполнять также и эту заповедь. Церковь распространяет весть о спасении в том месте, где она расположена. Также она должна взращивать пасторов и отправлять миссионеров. Исполнение этой заповеди требует жертв в виде нашего времени, наших материальных ценностей. Нам следует пожертвовать всем, что мы имеем ради этого. Далее, вторая причина, почему мы должны благовествовать. Евангелизация – это проявление любви к Иисусу Христу. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 15 стих. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 14 стих. Здесь говорится, «Если любите меня, соблюдите заповеди мои». Те, кто любят Господа, имеют его сердце внутри себя. Что такое сердце Господа? Это сердце, которое стремится спасать души людей. Будучи на земле, Иисус проповедовал Евангелие многим людям. И если мы действительно любим Господа, то обязательно исполним Его заповедь и будем благовествовать. Человек, любящий другого, станет очень внимательно относиться к словам и просьбам своего возлюбленного. Так и мы, если любим Господа по-настоящему, то исполним Его слово. Тогда мы расскажем о Нем многим другим. Что такое сердце Господа? Бог не хочет, чтобы кто-либо из людей погиб, сколько бы грехов они не совершили в прошлом. Он желает, чтобы всякий человек раскаялся в грехе, уверовал в Спасителя и был спасен. чтобы ревностно проповедовать об Иисусе Христе, очень важно знать Его сердце. Господь первым возлюбил нас. Он поместил нас в определенные условия и обстановку, чтобы мы там могли благовествовать. если мы имеем в себе любовь к Нему, то должны поступать, как Он поступал и иметь сердце, как у Него и распространять Божье Слово. Какая еще существует причина для евангелизации? Зачем Господь сказал нам это делать? Иисус пришел на землю, чтобы принести нам весть от Отца. В Евангелии от Марка первой главе 38 стихе сказано, что помолившись весьма ранним утром, Иисус отправился проповедовать в ближние селения и города. Что Он сказал пришедшим к Нему ученикам? Ибо Я для того пришел. Господь оставил свою славу и трон на небесах, пришел в этот падший мир, воскрешал мертвых, исцелял больных и спасал Божий народ. Он пришел спасти погибших овец. Иисус оставил нам личный пример, как надо благовествовать. Ради этой цели Он оставил славу небес, пожертвовал своей собственной жизнью. Господь смирил себя, чтобы принести нам благую весть о спасении. Днем Он проповедовал, а ночью проводил время в молитве к Отцу, чтобы вновь идти к людям и учить их. Иисус совершал чудеса властью всемогущего Бога, чтобы явить Его людям. Он показал нам пример и заповедовал продолжать делать то, ради чего пришел и что делал сам. Если сам Иисус проповедовал, значит, и мы должны следовать за Ним и совершать то, к чему призваны. Господь, совершив свое призвание, как благовестника, принес Его ученикам, а также и нам, так, чтобы теперь и мы могли продолжать Его дело на земле. В Евангелии от Луки 19 главе 10 стихе сказано, что Иисус пришел взыскать и спасти погибшее. Встретив Закхея, Иисус сказал ему, «Ныне спасение пришло дому сему». Душа Закхея была не спасена. Он работал сборщиком налогов и был богат. Но, тем не менее, он не знал ни о небесах, ни об Иисусе. Закхей думал, что счастливым его сделает богатство, которое он имел. Но он очень нуждался в вере в Иисуса. Когда Закхей захотел увидеть Иисуса, то взобрался на дерево, так как его низкий рост не позволял сделать этого из-за большого количества людей, которые Господа окружали. Он залез на верхушку фигового дерева и оттуда смотрел на проходивших мимо Иисуса. Но Господь сказал ему, «Закхей, сойди скорее». Тот очень удивился, когда Иисус обратился к нему по имени. «Откуда он знает мое имя?» Тогда Господь сказал ему, «Ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». Закхей поспешно сошел и принял Господа с радостью у себя в доме. Иисус провозгласил, «Ныне пришло спасение дому сему». И далее, «Потому что и он сын Авраама». Вот таким образом Иисус спас Закхея, который был богат, эгоистичен и не знал Бога. Христос сказал, «Я пришел взыскать и спасти погибшее». Он пришел на землю, чтобы отыскать заблудших Божьих овечек. Поэтому Господь постоянно ходил из одного места в другое, чтобы находить потерянные души. Если Сам Иисус, Божий Сын, благовествовал, то не должны ли и мы следовать Его путем? Неисполнение великого поручения Христа расценивается как непослушание Ему и удаляет нас от Него. Господь поручил нам Свое Слово, чтобы распространить Его по всей земле. Благовествование Христа обратило ко спасению все расы и племена. Он делился Евангелием с бедными, с иудеями и язычниками. В своем сердце Он сострадал этому погибающему миру и потому проповедовал Ему Евангелие, чтобы спасти его. И нам необходимо пройти этот путь, как прошел его Иисус. Люди, призванные ко спасению, сегодня ждут нас по всему миру. Нуждающиеся в спасителе окружают нас повсюду. Одни из них рядом с нами, другие далеко. Кому поручено спасать людей, направляющихся в ад? Это сделал Сын Божий. И после Своего Вознесения Он поручил продолжать это дело нам. Какая еще есть причина необходимости благовествовать? Четвертое. Евангелизация это результат любви к душам других. Евангелие от Иоанна 5 глава 24 стих Послание римлянам 5 глава 12 стих Фундамент Библии Любовь Любите Бога, любите ближних, как самих себя. Что является проявлением самой большой любви к своему ближнему? То ли это, что мы делимся хлебом с голодным? Или оказываем физическую помощь? То ли это, когда мы временно поддерживаем человека в нужде? Безусловно, все это является проявлением любви. Но есть наивысшая отдача любви и в чем же она заключается? Самый лучший способ любить это поделиться с человеком Евангелием и помочь ему встать на путь ведущий в жизнь вечную. Бог очень серьезно относится к любви к ближним. Поэтому нам нужно их любить. Одним из способов любви к людям является благовествование и спасение их душ. Апостол Павел любил свой народ. Он желал, чтобы эти люди были спасены, несмотря на то, что он был казнен. «А вы любите свой народ? Несите им благую весть». «Любите ли вы своих братьев и сестер? Если это так, то направляйте их к небесам, чтобы они не попали в вечный ад. Представьте себе, что человек, которого вы любите, тонет в воде. Что вы будете делать? Если кто-то из наших близких станет тонуть, вряд ли мы будем просто стоять и наблюдать за этим. мы рискнем своей жизнью и прыгнем в воду, лишь бы спасти своего любимого человека. Наши сердца должны просто пылать огнем за спасение человеческих душ. Благовествуя, мы свидетельствуем о своей любви к другим. Сегодня нам необходимо иметь любовь ко всем людям в этом мире, потому что в нем очень-очень много неспасенных душ. И все они драгоценны, поскольку сотворены по образу и подобию Божьему. Почему Господь повелел нам любить своих ближних? Потому что дух каждого человека сотворен по образу Божьему. Бог сотворил человека духовно, но существует так много душ, не знающих своего Творца. Мы должны быть исполнены к ним состраданием и поделиться с ними благой вестью. Кто в этом мире считается самым неудачливым человеком? Тот ли, у кого нет денег? Или нет образования? Может быть тот, кто беден? Самым неудачным человеком в мире считается тот, кто не знает Иисуса. Самые бедные и несчастные это те люди, которые не верят в Спасителя и Господа и направляются в ад. Поэтому любить нужно всех людей, каждого человека и делиться с ними Евангелием. Кто спасет их от ада, если мы не расскажем им о Спасителе? Господь подарил нам бесконечную любовь. Так и мы должны гореть сердцем, чтобы поделиться с этими несчастными людьми любовью Господа. Одна из важнейших практик любви это спасать души людей. Евангелизировать означает приводить людей к Богу, вести их к небесам, вести к покаянию грехов и вечной жизни. Вы любите свои семьи? Значит, им нужно так благовествовать, чтобы они впоследствии уверовали в Иисуса. А свой народ вы любите? Вы должны проповедовать своему народу Евангелие. Имеете ли вы любовь к погибшим душам в этом мире? Так вот, чтобы наша любовь к другим достигала совершенства, нужно благовествовать. всегда необходимо помнить в своем сердце, что самый лучший способ любить это евангелизировать и вести других к небесам. почему еще мы должны это делать? Пятое. Потому что если мы не будем этого делать, то неверующие люди погибнут. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 36 стих. всякий непознавший отца или сына умрет, если мы допустим это в результате своего молчания. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 24 стих говорит «Ибо если не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших». Всякий человек, который не верует в Иисуса, будет рабом греха и дьявола и в итоге его душа погибнет. Поэтому очень важно рассказать им о том, кто есть Господь. если человек не решит в своей жизни проблему греха, то в результате этого он погибнет. Какая проблема является фундаментальной в жизни людей, которую необходимо решить? Это проблема греха. Если человек с этим не разберется, его ожидает вечная смерть. Его физическое тело умрет, а он проведет вечность в аду, потому что его дух будет мертв. Предположим, что идя по улице, мы вдруг увидели, что ребенок тонет в воде. хоро, у вас есть совесть, то вы броситесь ему на помощь, чтобы спасти его. Но если человек не предпримет никаких действий, хотя и будет видеть все происходящее, то такой человек окажется бессовестным и жестоким. К тому же за такой поступок он получит возмездие от Бога. Если ребенок тонет и вот-вот погибнет, можем ли мы просто пройти мимо? Конечно же мы должны броситься в воду и спасти дитя. Так вот, сегодня нас окружает множество людей, нуждающихся в спасении, подобных этому тонущему ребенку. Так много людей не знают Бога и просто потеряны. Столько людей потеряли истинное направление и не могут найти покой своим душам. Нас окружают люди, идущие путем погибели, которых из-за их грехов ожидают вечные муки. Если мы им не расскажем о Господе, они погибнут, а мы будем подобны тому человеку, который бездействовал, глядя на утопающего ребенка. кто ответственен за их спасение? Мы, так как Господь поручил нам благовествовать им о спасении. Если у нас действительно есть совесть, то мы обязательно поможем им выбраться с пути ведущего в погибель. как если бы мы спасли тонущего ребенка. Нельзя позволить им погибнуть. Иисус не желает этого. Он повелел нам благовествовать людям, чтобы они обрели жизнь и шли путем ведущим в жизнь вечную. почему еще нам необходимо распространять благую весть? Потому что другого пути к спасению нет, как только через Иисуса Христа. Книга Деяния, 4 глава, 12 стих, здесь сказано, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. сегодня в мире существует множество религий. Однако ни одна из них не ведет ко спасению. Человек может спастись только через веру в Иисуса Христа. Почему только Иисус является нашим спасителем? Потому что Он единственный умер за наши грехи на кресте и своей кровью заплатил за них. А также Господь воскрес из мертвых на третий день. Иисус есть примиритель между Богом и нами. Он наш спаситель. Когда Господь родился, ангел Господень дал Ему имя Иисус. Его имя Иисус. А что оно значит? Это имя означает Он спасет народ свой от грехов их. Во всем мире нет другого пути ко спасению. Никто из людей не может спастись посредством культов или же именем знаменитых личностей. Ни одна знаменитая личность на земле не способна дать спасение человеку. Единственный спаситель Иисус. Именно поэтому наша задача рассказать о Нем погибающим душам. Представителям других религий необходимо проповедовать так «Если ты уверуешь в Иисуса, то спасешься». Благодаря Господу Иисусу Христу мы обретаем прощение грехов, становимся детьми Божьими и попадаем на небеса. Если мы молимся во имя Иисуса, на наши молитвы приходит ответ. Люди не понимают, насколько драгоценен Господь. Он единственный истинный Спаситель и наш Мессия, о Котором мы призваны провозглашать миру. Необходимо проповедовать о Божьем Сыне как бедным, так и богатым. Свидетельствовать об Иисусе сильным людям этого мира. Апостол Павел ради проповеди Евангелия оставил все в своей жизни. Павел проповедовал об Иисусе многим людям. Он делал это, даже находясь в тюрьме, а также перед правителями. Когда Павел был заключен в темницу в Филиппах, он молился Богу, и Господь сотворил чудо. Он отворил двери тюрьмы и вывел оттуда Павла. Стражи темницы испугались, увидев произошедшее. потому что за подобные происшествия стражи рисковали быть наказанными и казненными. Жизнь охранников была в опасности. И поэтому они сказали Павлу, что нам делать, чтобы спастись. И тогда Павел проповедовал им об Иисусе. Веруй в Господа Христа и спасешься ты и дом твой. Нам необходимо должным образом проповедовать Евангелие, так как нет другого пути спасения, кроме Иисуса. Сегодня люди в мире поклоняются многим культам. Прежде чем культы уведут людей в погибель, нам нужно постараться успеть первыми привести их к Богу. Следующая причина, почему нам необходимо евангелизировать седьмая. Когда мы благовествуем, то от слышания Божьего слова люди станут верить в Господа. Послание римлянам, 10 глава, 14 стих. Как слышать без проповедующего? Бог сказал нам научить все народы, чтобы они смогли спастись. Если мы усердно трудимся, совершая дело Божье, будут те, кто нас услышит. В тот момент, когда они слышат Евангелие, Дух Святой касается их сердец, чтобы они уверовали. призвание церкви возвещать миру Евангелие. Проповедовать необходимо, невзирая на то, слушают нас или нет. Вера приходит от слышания Слова Божьего. Послание римлянам, 10 глава, 17 стих. Божий народ должен провозглашать благую весть погибающему в грехах миру. Это и есть призвание церкви. Наши братья и сестры нуждаются в слове Божьем. Важная черта при благовествовании это терпение. Если люди не могут уверовать сразу, не стоит разочаровываться. Просто нужно терпеливо продолжать свое дело. А наше дело проповедовать. Еще одна восьмая причина, почему нам нужно проповедовать. Она описана в послании римлянам 1 главе 14 стихе. Мы должны нести благую весть. Кто-то когда-то благовествовал нам. А затем и мы передаем это слово другим и тем самым исполняем свое обязательство. Как мы можем проповедовать Евангелие людям, чтобы исполнить свое обязательство? Оно принадлежит не только нам. Если мы его приняли, значит теперь следует передать его и остальным. Во времена ранней церкви верующие принимали Евангелие. Через Божье Слово они обретали жизнь. Изменяли сами, а затем изменяли и мир. Исполнять свое обязательство, распространять Евангелие, нужно начинать со своего окружения. А также выходить за пределы своей территории, отправляя миссионеров. простым словами распространять весть о Царстве Божьем от края и до края земли. Апостол Павел, проповедуя крест Христов, встречал на своем пути множество различных трудностей и скорбей. И ко всему он посвятил всю свою жизнь тому, чтобы исполнить свое обязательство, проповедовать Христа распятого. Он благовествовал и иудеям, и язычникам. Следующая причина необходимости распространять благую весть Девятое. Горе нам, если мы не проповедуем. Первое послание Коринфянам, девятая глава, шестнадцатый стих. Бог дал нам жизнь для того, чтобы мы говорили о Нем, и поэтому Он излил на нас Свою благодать и благословение. Господь дал нам все необходимое для благовестия. И если мы не собираем с Ним, а расточаем, то нас ожидает горе. Мы рискуем попасть под Божье осуждение, и тогда в нашу жизнь придет горе. для чего Бог обеспечил нас материально. Чтобы мы использовали это имущество для приобретения душ в Царство Небесное. Если мы будем служить людям тем, что имеем, ради их спасения, то Отец будет вновь и вновь благословлять нас. Почему Бог дает нам здоровье? Чтобы мы могли проповедовать. По какой еще причине мы должны благовествовать? Десятая причина та, что за это Господь приготовил нам награду. Книга Даниила, 12 глава, 3 стих говорит «И разумные будут сиять, как светило на тверде, и обратившие к правде, как звезды, вовеки, навсегда». Всякий, кто верует в Христа, попадет на небеса. Но из всех спасенных на небесах одни получат награду, а другие нет. Благовестники получат в Царстве Божьем венец и будут сиять, как светило небесное, вовеки и веки. Сколько раз в своей жизни вы делились людьми благой вестью? Если вы являетесь ревностным благовестником, то получите награду не только в Царстве Божьем. Но на вас также и зальются благословения здесь, на земле. Одиннадцатая причина, почему нам нужно рассказывать об Иисусе Христе, такая, когда мы благовествуем, возрастает наша вера. Она становится крепкой и зрелой. проповедуя, проповедуя, мы обретаем уверенность в своем спасении. На нас будут пребывать Божья сила и власть от Бога. Когда Иисус отправил учеников на проповедь Евангелия, Он наделил их силой и властью. Благовестник всегда имеет силу от Господа, А тот, кто не свидетельствует о Христе, не имеет в своей жизни силы. Евангелизация дает нам множество преимуществ. Спасая других, мы сами пребываем в жизни. Двенадцатая причина необходимости служить миру благовестием. Это дело угодно Богу. Евангелие от Луки, пятнадцатая глава, седьмой стих. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяносто девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Иисус пришел взыскать и спасти погибшее. Когда спасается еще одна душа, это очень радует сердце Бога. Он также радуется, когда мы служим распространению Евангелия всем, что мы имеем или просто посвящаем этому свое время. Используйте все сферы вашей жизни, чтобы угодить Богу. И тогда отец обильно обеспечит вас всем необходимым. Итак, когда мы благовествуем, мы спасаем жизни. Евангелизация очень ценна. «Она больше всего угождает Богу». «Она ведет нас не только к участию в Божьей славе на небесах, но и открывает здесь на земле двери к благодати и благословениям». На этом мы завершим вторую лекцию по евангелизации. «Большое спасибо!» спасибо!» «Большое спасибо!»